Винштейн, все у него относительно. Отлично. Просто франшрутчик. Физкульт, привет из берлоги. Помашите, парни. Представляем, сегодня будет у нас участвовать еще Александр Олегович. Человек, способный через ухо лечить зубы, но никогда не доделает это до конца. Да, Константин Борисович, тот, который все потом доделает до конца, только с нормальной стороны. Задача, в принципе, не сложная, на словах. Приготовить вот эти шестереночки, 4 штуки, в внедорожный вид. В них мы должны внедрить аэрлоки. Все, мы справимся, правильно, парни? Справимся, да. То, что покажем, все это, естественно, будет на видео. Делаем мы это впервые, но так как у нас опыт за плечами будет здоров. В теории мы подкованы, весь материал и инструмент подготовлен. Так что, велкам, задача первая сначала разобрать 4 колеса, еще 3 диска у нас есть, выбрать из них самые ровные, и потом уже на них монтировать вот эти шины грязевые. Пробуем. Так, и пойдем подскажу сразу, что у нас есть из инструментов, что мы приготовили. Машина достойная, хорошая, классная, как мне нравится. 8 гаек. Машина о 8 гаеках на ступицу. Размер 38,5 на 12,5 на 16. Обычный размер. Пойдем покажу, что там мы уже приготовили для данных колес. Во-первых, аэрлоки хороший очень клиент, пока мало мне знакомый. Надеюсь, мы все у него узнаем, когда он приедет на установку. Купил эти мешочки. Это у нас для бескамерного вентиля. Здесь шоу защищен сапожным мастером, потому что он был здесь грубый и мог прожевать камеру. Далее у нас вот такие инструменты. Бородок, сверло. Это для того, чтобы просверлить новое отверстие под бескамерные вентиля. Тут, получается, внутри устанавливается камера, вот этот аэрлок. В нее подается давление. А снаружи накачивается, как бескамерная шина. И, таким образом, они могут, допустим, при надобности строить шину полностью до нуля. Но покрышка останется сидеть на этом аэрлоке, который будет и не давать ей сживаться об диск, и, самое главное, чтобы борта не сроскатили в монтажный ручей. Таким образом, она закирает борта на полках диска при нулевом давлении. Вот такая тема интересная. Вот эти колечки-прокладочки из сырой резины. Гаечки, которые мы сделали из колпачков тракторных вентилей. И сами вот ниппеля тракторных вентилей установлены на камеру, которую я сейчас покажу. Диски, как вы помните, 16-ый. Поэтому камеры на один размер меньше. С установлены на них тракторными вентилями, естественно, ТЭКовскими. 62-18. Чтобы было широкое отверстие, здесь мы могли его как можно лучше загерметизировать. Угол совпал практически. То есть мы замерели все это на диске от отверстия. 15-ая камера, тракторный вентиль. То, что нужно для этого аэрлока. Вперед, покай, Касян. В ручей, ну. Так, потом еще надо, ой, закрываем. А, ну здесь чисто, у меня тут диск остался грязный. Нету крючок и ролика. Но отжимать-то можно, там даже лучше-то будет отжимать. Так, ну все, дрель тогда я это удаляю. Так, ну все, дрель тогда я это удаляю. Далее. 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 Вентиль. Поехали. Вперед. Пылесосить надо. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Вперед. ЧТЬ ЧТЬ ЧТЬ!! Как ощущение, костюм? каждый день бы таких 4 это вам не грузовички там так сам не забывай что у тебя сзади hunter память вот это только за края на слева вот она сейчас я смотрю прямо не выше вы ниже получается ниже 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 вот она да что там с ней непонятно может это она сделана так а ну все тогда не помечай полки ровные отлично он идет в плюс и проверить надо начать с того с этого с до который мы уже подготовили угадали мы или нет костя можно одно тот отнести что он ровнее как какой-нибудь кучу для ровных дисков до а а а а а а а а а ну и с этим все прекрасно хорошо а пойдет ништяк что не так забрал с собой адаптер ну-ка верни вор и гору убери его на фиг он сейчас не нужен все равно костян это тоже кровным диском там смотри сразу за край на какие надо чистить или нет вот этот который собранный тут очень много было грязи остальные вроде не вижу но проверить не мешает а ты не понял да что он тяжелее немножко такой ты понес его диском он тяжелее чем обычно да и вот тоже можно туда же хорошим диском а и и ну это шерканье тряпками ой внука тряпочка шерканье тут пыль играет но слева он сами возьми висит да уже все груза удалим нас если все потом нормально получится то есть надо их попробовать сбалансировать ему я думаю на все получится давай его пока к плохим есть же у тебя там это отдел мои плохие диски есть отнеси туда нет вот этот вот этот будет пока плохой это хороший и хороший диск и прямо со значком дам лоб вот смотри мне возможно вот здесь тоже кто-то скажет что не с направлением стрелочки и крутится собираем то есть по стрелочкам но мы соберем правильно это к плохим сразу но и он похоже на швед прыгает там прям на шве на сварочном он прыгнул так у нас еще что нету как камни да этих экзоксида алюминия чтобы обработать отверстия здесь да Саня это хорошенький можно там второй диск который ты принес в хороший убрать в нехороший этот поставить сюда нет второй второй хороший будет там четыре кайфовые диска дам лоб грузик не забыть пусть это хороший это хороший второй который принес сюда вот в эту кучу который не нет это два нехороших а второй вот из этих который первый ты принес какой он тот наверно оттуда там смотри у нас два вида сейчас бобров там жесткий сейчас два два а это здесь помягче для дисков а там для супец пожестче то есть какой надо такой это пользы не пойду его организатор отключу вниз я там слышу вот он пик 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 делает вот он пик 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 делает вот он Продолжение следует... Продолжение следует... Давай ставь к четырем к тем... Подбежал уже... И штрих-код надо убрать... И здесь балансировка не забывай... Но кто-то где-то что-то... Нет, не есть... Продолжение следует... Так, вот эти два одинаковые... И вот эти два одинаковые... Не важно... Но только пометить надо, что вот эти, допустим... Не знаю... Пометь их цифрой 2... Вот это и вот это... Из него это дело... Вот тут я правая будет, да, сейчас... Это будет... Левая 2... Один... Один... Так, а это получается... Правая 2, да... Все, там удается... Штрих-код только удали... Все, еще там есть, Костян, что повредить, нет? Так, давай с этим потренируемся сейчас... Потом будем сверлить... Если надо, то чистить... Сейчас мы... Сашкой тут помозгуем пока чего... А этот тоже... Все ушел... Хе-хе-хе... Мешочек один давай... И таль, Костян... Чуть вытонул... Угу... Талька в мешок этот... Внутри все обцепь... Все швы... Оп... Курсаются... Все, сейчас надо... Первый борт... Загнать... Только хвостик на вентиль сориентировать, естественно... На бескамерный... Не-не-не-не... Переверни... Хвостик вверх... Да, бескамерный вентиль... Видел он под тобой где-то... Все, первый убор туда подженнивай... Так, вот камера... Смотрите, она пятнадцатая... То есть диск шестнадцатый... Ее сразу надо напяливать... Хорошо... Ровно... Ее в то отверстие, соответственно... Снаружи, я думаю, зацепить ее вот этой цепочкой... Только тянуть за нее не надо... Просто она направлялка... Так, вентиль... Так, где бескамерный вентиль? Бескамерный вентиль... Бескамерный вентиль... Так, это вот тоже штучка на бескамерный вентиль ставится... Да... Я и платить не буду... Ты туда и прокручиваешь, да? Да... Давай еще круг дадим... А как она здесь стояла? Ну, так у нее голова захружится сейчас... Так, все, четко ставьте туда... Костян, вы верхнюю часть вот этого меша вы вытаскиваете... Аэрлока... Наверх, наверх, наверх... Наверх, наверх, наверх... Сильно нити нету... Кишки ему выдернешь... Там приподними маленько... Пусть она будет посвободнее... Много не надо... Все, пойдет... Все, камерный вентиль сюда... Золотнички у меня... Цепочку сейчас обнаружу... Нашел... Все... 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 Ее, Саня, сразу вставляет так, чтобы она это... Потому что мы ее никак не двигаем по итогу... и мы сейчас когда все это упакуем вот этот кон надо сразу и и да надо ехать и загерметизировать уберу вытаскивать вот чтобы там на всякие всякие пожарный случай после пленку дали вот наконец-то пригодился за герметик борту 735 и туда плотничком и отлично все еще оставляем где-то цепь не забывайте что сзади у вас hunter так мы пока сейчас ее наживу ли чтоб она здесь жила потом займемся туда ее крепежом уже отлично просто франшивчик так теперь подожди давай прицелимся и оттуда начнем мешок упаковывать от бескамерными кости подожди опускай пускай то там по есть варим и когда заберем то есть накачаем сначала мешок вот это потом накачаем шину потом все 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 сдуваем в том же порядке в обратном точнее и потом по новой опять надуваем также мешок потом шину мы его не будем забортовать я думаю станком чтобы он не сдвинул мы его будем забортовать скорее всего монтировками то кровать нельзя резина естественно ну пробуем качаем не торопись только тихо на чтобы это побежала да ты видел ну все так вы знаете клешни выпуская так вот и неси колокольчик плоскогубцы колечко не надо хотя можно колечко блин нет колечко можете у него сена поверить просто верно поэтому мы сделали колокольчики ну 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 придумал молоток взял блин возьми нормальный для маленьких да 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 вот этих подожми просто эти фигушечки решаем каждодневные задачи каждый день потому что они каждодневные для меня это даже не задача пацанов в тучу пусть придумать венштейн все за него относительно блин пукинса на если бы со скоростью света вращалась ты вообще сейчас такой мне загнал что я бы поверил наверное нормально нормально брось крышку все есть вот это не hunter поэтому мы такой час тренируемся с грузами туда-сюда гоняем вот это уже воду ступе все оставляем это очень хорошо лишь и симметрично красивые все груза нигде попала одинаковая спала слева это будет понятно что дело кто-то либо я либо кто-то из моих работников нормально так ладно это было первое колесо легкой потому что уже сверлено и готова сейчас второй диск будем сверлить отверстие под будет камерный вентиль какие родные отверстия оставляем под камерный вентиль потому что он хорошо там все сделан и мало шансов у него повредить камерный нежный вентилетчик сейчас добивай все ништяк ништяк и пойдем сверлить долбить следующее собирать мучиться самое конечно геморрой на это совместить совмещать вентиляут чтобы все попало все потому что на видео сколько я смотрел там все легко чик накачали вставили во что я сразу не поверил что они там с первого раза попадают я думаю просто даже никто не видели никогда все в готовые колеса всех готовых колес где у нас вместе хорошо там помчали дальше мы там взяли на пять часов в отверстие вот он вот этот обигами здесь у нас напротив вот как раз вентилёчка казалось бы удобно все это просверлить что пентеля были против друг друга но здесь у нас идет сварной шов по ободу и чтобы не рисковать этой сила сила этой конструкции да на 5 по высоте только выбери все там чтоб он попал очки не забываем пользоваться все угол выбери вполне себе как готовь вентиль под него головку там набор инструментов открытый силикон и все его внедряем наконец-то мы закончили этот классный внедорожный комплект пацаны мы просто молодцы что константин олегович что александр борисович порадовали меня сегодня прям кайфово справляется без меня но на целых примерно 8 процентов лайк жирный обоим им что хотелось бы сказать по этому комплекту то есть диски мы перебрали грузовые самые короткие металлические 17001 чтобы их короткий потому чтобы меньше было шансов где-то там оторвать при езде по внедорожью для камерного используя трактора винтик 5218 чтобы все это был камерный вариант тоже герметичный использовали немножко там колечко и сырой резины и затянули все это колпачком у трактора на вентиля другого производителя тогда получается у нас оба варианта нормально и рабочие то есть аэрлоки прижимает нормально та шина к закраинам диска и airlock не дает бортом скинуться в монтажный ручей поэтому они могут преодолевать большие могучие расстояния приезжает ли к вам такие колеса балансировать балансируете ли вы их и почему либо балансируете либо не балансирует я это все балансировал только не на своем конечно хантере как справлять с легковыми обычными колесами отбалансировал там на грузовом станке в который приходит нормальную программу без округления для грузовых колес не вижу причин отказываться балансировки таких шин в принципе потому что я это могу я это умею оборудование моё и опыт позволяет насчет кстати оборудования если бы у меня был просто легковой шиномонтаж я бы этого не сделал если бы был бы просто грузовой шиномонтаж я бы тоже не сделал поэтому часть оттуда часть оттуда сегодня от комбинировала все в нормального такой собранный классный кайфовый внедорожный комплект так вот по грузам конечно же получается много но зато человек может нормально комфортно передвигаться по дорогам общего пользования и в общем-то не чураться никаких вот этих городских наших асфальтовых ровных поверхностей самое такое колесо которое было труднее всех получил вообще комбо вариант по грузам это липучий груза к 074 которые приклеил на полку и потом уже добил все симметрично расположенными грузиками висячими для штамповки очень рад сегодня что получился такой нормальный комплект пацаны вообще молодцы порадовали вот этой слаженной работой все-таки подходом к более ответственно чем обычная цена монтажная работа всем развития успехов удачи никогда не обманывайте клиентов